Итак, читаем Экклесиаста, седьмую главу, с первого стиха. Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти – дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. То есть, знаете, Экклесиаст как будто снова и снова, специально возвращается к одной и той же мысли. Важно в любое время помнить о том, что мы люди смертные. Важно иметь память смертную. И вот тут хотелось бы, знаете, сейчас стихотворение написала его Любовь Васенина, которая называется «Детские вопросы». Звучит оно так. Мама, а что такое горе? Смелый мой, спроси другое. Мама, а что такое радость? Много-много счастья сразу. Мама, что такое счастье? Если слезы льют нечасто. Мама, слезы где берутся? В сердце, а из глаз лишь льются. Мама, сердце долго бьется? Да, пока не разобьется. Мама, а мое сердечко? А твое стучит пусть вечно. Мама, а я буду старым? Спи, родная, ты устала. Мама, а ты любишь звезды? Спи, мой ангел, очень поздно. Мама, ты на небо хочешь? Спи, уже прошло полночи. Мама, а на небе плачут? Нет, дитя, там все иначе. Мама, там не умирают? В небе горя не бывает. Мама, а что такое горе? Спи, наступит утро вскоре. Мама, а небо мне приснится? Спи, ну что тебе не спится? Шепчет засыпая дочка. Я хочу на небо, очень. Вот действительно будьте как дети, да? Вот чтобы постоянно, каждый день своей жизни, задавать вот такие вот детские вопросы, на которые, в общем-то, нужно давать недетские ответы, да? И в этих вопросах, в общем-то, заложен весь смысл жизни. Ради чего мы живем? Что такое горе? Что такое радость? Что такое счастье? И вообще в чем смысл жизни? И что будет потом? Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. Это суета. И притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портит сердце. Вот насчет треска тернового хвороста. Почему вот вдруг такое вот сравнение суеты и тернового хвороста? Терновый хворост вообще очень ярко горит. Нет, пламя у него очень большое, треска много, а тепла не дает. То есть предназначение, которое должно, по идее, выполнять костер, тепло. Нет у тернового хвороста. Треска много, огонь есть, искры летят, а чай не вскипятишь. Шума много. Шума много, да. И вот часто действительно мы напоминаем таких людей, которых шума много, а пользы мало. Вот однажды позвонила одна женщина в эфир, говорит, вы знаете, я выходила замуж. Вот это был человек, он освободился из мест заключения. Вот, ну я ему поверила, он вроде бы как изменился, но как только мы поженились, он тут же отошел от Бога, от церкви. И вот сейчас вот он такой весь жестокий, грубый. Неустойчивый психика, криминальные наклонности. Да, и в общем я хочу с ним развестись. Вот, как вот вы считаете? Я вот, и тут же, через такие красивые слова, в защиту детей, в защиту себя, в защиту того. Я говорю, ну послушайте, ведь когда вы выходили замуж, у вас были открыты глаза. Вы выбрали себе мужа, вы выбрали отца своим будущим детям. И теперь вдруг, как вы побывали замужем, вроде как статус повысили, после того, как у вас ребенок родился, ну вроде бы как мамой стали, теперь вам этот человек ни к чему. Вы знаете, она как-то так опешила, говорит, ну, ну, потом из ней стали беседовать, потом, знаете, она призналась, говорит, вы знаете, вы правы в том, что пока мы не были женаты, я еще как-то пыталась строить с ним отношения. Как-то пыталась, может быть, смягчать какие-то его выпады, и он вроде тоже стал мягче, мягче, мягче. Но когда мы поженились, я подумала, ну, это же все естественно, пусть теперь сам, как хочет, так покарабкивается. И правильно, и мужчина ожесточился. То есть, понимаете, вроде бы как много было шума, много было такого ожидания, да, со стороны этой женщины, но надо было дальше продолжать светить, прикладывать к себе, строить отношения, а не бросать. Опять, мы не оправдываем, конечно, на ее мужа, но опять, человек позвонил со своим вопросом, мы решаем его вопрос. Если бы позвонил он и сказал, вот у меня жена там такая. Или вот я так себя веду. Мы бы уже с ним этот вопрос проясняли, где его проблема. Позвонила эта женщина, мы говорим об ее проблеме, да. Вообще, мне кажется, вопрос всех семейных пар. Заключен ли он был или что-то? Конечно. Вначале, как бы, а потом руки опускают, ну, может, уже жена, пусть она течет самостоятельно. Да, да. То есть, это независимо от того, какое было прошлое. У нас у всех прошлое темное. Но как только мы вступаем на новый этап жизни, мы смотрим, вот с этим темным прошлым, что мы делаем. Да, как мы его вообще реализуем сейчас, как мы, от чего мы освобождаемся, какие уроки мы извлекаем, конечно. Вообще, наверное, обличать всегда трудно. То, что вот однажды позвонил молодой человек, говорит, неужели я должен на ней жениться только лишь из-за того, что она от меня забеременела? Вот только из-за этого. Я говорю, вы знаете, если вы мужчина, то вы должны взять на себя ответственность. Вы не имеем права на эту девушку, вы воспользовались ее телом, вы внесли в ее организм жизнь. Эта жизнь уже существует. Нравится вам это или не нравится, хотите вы это или не хотите, ребенок уже живет. Поэтому вот сейчас в вашем возрасте вы можете... 22 года. Да, вам 22. Он сказал мне 22 года. Я говорю, вам 22 года. Вы можете либо стать 22-летним мужчиной, взять на себя ответственность, взять ответственность за женщину, за ребенка, который уже существует, за семью. Либо остаться таким 22-летним младенцем, который ничего не может сделать в этой жизни. Идет так вот, спустя рукава. Ну, вообще, просто вы, наверное, уже знаете, что вообще обличать очень сложно и очень рискованно. Обличение, занятие рискованное. Но мы на то поставлены. И вот важно, чтобы, ну, как бы, может быть, вот учиться это делать в точку и с любовью. Вот это, конечно, уже наше бревно в глазах, да, чтобы вот это учиться делать. Обличать надо. Как бы вопрос вообще не стоит делать это или не делать. Вопрос стоит, как это делать. Чтобы это обличение было продуктивным. Во благо, да. Чтобы оно было продуктивным, совершенно верно. Ведь потому что очень часто у нас считается, что, ну, вот человек позвонил, ну, да, надо войти в его положение. Действительно. Надо войти. Вот как вот так можно? Такие сложились обстоятельства. Надо выяснить обстоятельства. Ну, с другой стороны, ведь надо знать, что любовь это не какой-то там, ну, тетю мой маленький, сюсенький, пусенький, да. А вот именно любовь, она иногда должна быть жесткой. Проявить жесткость, чтобы сказать человеку, в чем он оказался неправ. В чем он в этой ситуации облашал. Обличить его грех. И направить. И дальше, что говорит Агрисяз, посмотрите. Конец дела лучше начала его. Терпеливый лучше высокомерного. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не говори, от чего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты об этом спрашиваешь. Вообще, в русском языке есть такое понятие прожектерство. Знаете, что это такое, да? То есть ставить массу проектов, там, дела, вот это будет у нас вот так, это мы вот это сделаем, потом в конце у нас вот так вот получится. И вообще будет много-много чего. А дальше что? Неспособность дойти до какого-то результата, да? То есть вот это как раз называется режим... И когда это не получается, как вы думаете, такой прожектор винит себя, что он этого не сделал? Он винить себя, что слишком много было проектов, лучше взять, как тут поменьше, но дверь. Нет, он будет винить правительство, там, я не знаю, что команда не та, что, там, я не знаю, что-то не сработало в техническом смысле. Все что угодно. Да, все что угодно будет винить, но только не себя. Вот это как раз и есть прожектерство. И второе тут говорится, не говори, от чего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости это говоришь. Вы знаете, однажды мы прочитали такую надпись, значит, там было написано следующее. «Молодые строптивы, без послушания и уважения к старшим, истину отбросили, обычаев не признают, несут миру погибель и будут последним его пределом». Как вы думаете, когда была сделана вот эта надпись? 3000 лет назад. А? Да, 35 век до нашей эры. Это 35 век до нашей эры, на гробнице фараона было написано. А такая вот надпись. Все, наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушаются своих родителей. Да, скоро конец мира. Сократа или еще кто-то? Это было сделано в Вавилоне. В 20 веке до нашей эры, то есть 22 тысячи лет назад. А как сейчас рассуждают люди, которым уже так далеко за... Как мы то же самое говорим. То же самое. Эти же самые слова говорят наши бабушки-старушки. Когда видят молодежь и обсуждают ее поведение, одежду, ну и так далее. Мы говорим, вот наши молодежь в наше время были не такими. Вы знаете, все то же самое. Нет ничего нового под солнцем, говорит Эклесиаст, да? Нет ничего нового. И все это вообще суета-суета. Вот хотим мы или не хотим. И вот знаете, будем так говорить, прожектеры всегда были. Причем прожектерство, это же не только на уровне бизнеса. Это на уровне обычных человеческих отношений. Ну скажем, когда человек вступает в брак и будет, так говорить, строить себе массу-массу разных мечтаний и планов, при этом не работая над ними, при этом не видя, будем так говорить, реальных целей, он прожектер. Вот такие вот, может быть, цифры. За прошлый год мы взяли такую статистику. И что оказалось? Значит, сейчас, на настоящий момент, за 4 года совместной жизни разводится 40% супружеских пар. То есть вот поженились, взяли там 100 пар, и через 4 года осталось только 60 пар. 40 пар развелись. А за 9 лет совместной жизни, первые 9 лет, разводится 70% пар. Вы представляете? Причем 75% супружеских пар разводится те, которые в возрасте до 30 лет. Представляете? То есть молодые люди, в принципе-то, в зрелом возрасте должны что-то думать, соображать. Причем причины, которые называют, смотрите, 42% это психологическая неготовность к семье. Ну, мы были не готовы, поэтому разводимся. Ну, это вообще... 31% пьянства. 15% назвали измены. 9% конфликты. Ну, не смогли лишить конфликты. Но если все это вместе взять... На 100 браков у нас 80 разводов. Причем 100% разводятся из-за прожектерства. То есть нежелания брать на себя ответственность за сделанный шаг. Вот оно то самое, понимаете? И дальше. Так, что еще? Про 100 браков я сказал, да. Ага. Так, где-то вот еще какой-то момент был. Вот, значит, посмотрите, в 90-м году было... 10. На 10 браков 3 развода. Вот сейчас, ну, практически, как мы сказали, посмотрите, 8 разводов. То есть буквально за 17 лет выросло в 3 раза. 60% беременности оканчивается разводом. 30% детей... Какой 60% развода? Абортом. Абортом. 60% беременности оканчивается абортом. 30% всех детей рождается вне брака. Это сейчас. 10 лет назад цифра была всего лишь только 14%. То есть ровно в 2 раза увеличилось. То есть 10 лет назад не было вот такого поощрения, как сейчас, о жительстве. Да, то есть понятие гражданский брак не было столь распространено, как сейчас. Ну, то есть, конечно, можно сказать, ну да, вот видите, сейчас же все намного хуже, чем было раньше. Мы не говорим о том, что хуже или лучше. Как мы посмотрели, что человеческий грех, он был и 3,5 тысяч лет назад, и 5 тысяч лет назад, и сейчас. Поэтому наша задача не говорить о том, что было где-то лучше или было где-то хуже, а взять ответственность за сегодняшнее время, за сегодняшние дни. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнца, потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра. Но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Смотри на действование Божье, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? То есть, что мы здесь говорим с вами? О чем мы здесь говорим? Посмотрите. Вот был один древнегреческий Сократ, философ. Ну, разным философам эти слова приписывают. Все свое ношу с собой. Я слышала, что якобы это сказал Сократ, потом кто-то сказал, что это сказал Дионисий. Диоген. Да, Диоген. В общем, много называют имен, но неважно. Вот все свое ношу с собой. Что имеете в виду? То есть, все имущество, которое у нас есть, это не складывается в карабан. Оно все здесь. Все ценности. И здесь. Конечно. Потому что превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. У тебя есть знания. Ты всегда можешь ими воспользоваться. Вот однажды мы беседовали с одним таким, ну, человеком, евреем. Такой, ну, знаете, такой, ну, вообще, как это, не традиционный, как сказать, а до мозга костей такой. Закоренелый. Закоренелый. И вот он говорил, вот, смотрите, очень много людей выбивается в правительство, там, в какие-то бизнес-круги занимают лидирующие положения, именно из-за еврейского народа. А почему? И он объяснил это очень просто. Потому что, говорит, смотрите, сколько всегда вот этих погромов, гонений на еврейский народ было, сколько их гнали, там, выгоняли, приходилось все бросать и переезжать на другое место. А вот это же никуда не денешь. Это всегда с тобой. Это ты всегда с тобой унесешь. И, говорит, самое главное наше богатство, это наше знание, наша мудрость и знание Бога. И упование на Бога. И вот это упование на Бога, мудрость, Бога... Это, говорит, всегда с нами, и вот это все мы можем применить там, где мы остались. Мы приехали вообще без всего. Но наше знание, наша мудрость и нашего Бога, с Богом мы можем возрасти во много-много раз. И мы действительно так вот думали. Посмотрите, ведь в то время, когда еврейский народ ходил здесь по земле, были филистимляне. Какие еще были народы? Аморей, Хитей, Амоней. Где они сейчас? А ведь это же были огромнейшие царства-государства, королевства, как там так говорят. Нет этих государств, нет этих народов. А еврейский народ, несмотря на то, что он и рассеян-то был, и гоним был, и уничтожаем был, но тем не менее, этот народ по-прежнему существует. Почему? Что делает Бог? Да, Бог. И они ему послушны. Мы не будем говорить в отдельных периодах жизни или отдельными личностями. Но в общем, действительно, народ существует, потому что это богобоязненный народ. Вот хотим мы это или не хотим? Потому что ведь если человек просто, ну, купил диплом, он, конечно, может получить место работы. Но если у него есть знания, он может стать профессионалом. Правда? Вот отличие. Он может стать специалистом или профессионалом. Да, да. Человек может владеть бумажкой, которая ему дает какой-то статус. Но человек может что-то иметь здесь и здесь для того, чтобы быть, а не иметь статус. То есть, по большому счету, в общем-то, каждый из нас, естественно, решает сам. Мы не говорим, что нужно исключать одно и другое. В идеале, чтобы было и то, и то. Но часто, к сожалению, вот эти вещи исключаются. Ну, и вот мы уже упоминали этого психолога Виктор Франкл. Человек, которому на практике пришлось проверить свою теорию. То есть, это был психолог, который вывел. Австрийский психолог, он вывел такую теорию, что если у человека есть смысл жизни, и он берет ответственность за то, что он делает в жизни, он выживет в любых условиях. Его там пытались как-то критиковать. Говорили, ну как же, вот Фрейд говорит совсем другой, а вот другой психолог, третий, пятый, десятый. Он говорит, ну вот я оставил свои позиции. И здесь началась война, так как он был еврей, на него начались гонения. И ему предложили там и в США уехать, и в Англию, во Франции предложили там. Но у него была мать больная, он ее не мог везти. Родители были. Да, родители. И он остался. И когда уже начался вот этот вот Холокост, то есть конкретное гонение на еврейский народ, его посадили в концлагерь. И вот после окончания войны он выпустил книгу, которая называется «Скажи жизни да». И он пишет, мне на практике удалось. Немногих это получается. У меня получилось проверить, действительно ли, если у человека есть смысл жизни и ответственность за эту жизнь. Он выживет в любых условиях. И он сказал потрясающую вещь. Он сказал, никогда не спрашивай, чего можно ждать от жизни. Спрашивай, что жизнь ждет от тебя. И еще мы недавно прочли такое высказывание, что вообще все человечество, он такой белый стих, все человечество делится на победителей и проигравших. А проигравшие – это те люди, которые чего-то ждут от жизни. Но реалии жизни так складывается, что… А победители отдали себя жизни, и она их вознаградила сто крат. А проигравших у реалии отобрала все. И в результате они многого хотели взять от жизни, но не получили ничего. Ну и дальше автор вот этого белого стиха спрашивает. А вы к кому себя причисляете? К победителям или к проигравшим? А кому вы хотели бы себя причислить? Действительно, вот понимаете, выбора-то большого нет. Либо мы чего-то ждем, либо мы сами этой жизни что-то даем. Вот Экклесиаст говорит такие слова. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. И то, и другое сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него. Потрясающие слова, да. И эти дни, и те дни Господь сотворил, чтобы человек мог сравнивать и познать Бога. И вот смотрите, вот даже вот в этом отрывке, который мы сейчас прочитали, и вообще все, что мы прочитали по Клисиасту до сего момента. Что у человека в жизни? Разочарование. В труде, в семье, в отношениях. Гнев, да. На себя, на людей, на обстоятельства. На прошлую жизнь, что сейчас совсем по-другому. Сомнения разные. И вы знаете, сейчас вот даже есть такое понятие «стресс». Вот люди подвергаются стрессу. И по большому счету вот то, о чем говорит Клисиаст, это то, что, в общем-то, сейчас разными научными терминами говорят. Человек в стрессе. Вот, и вот давайте сейчас, каждый из вас, вот давайте посмотрим. А вы вообще, каждый из нас в состоянии справиться с тем стрессом, который вы хотите или не хотите, но он все равно есть в нашей жизни. Итак, мы сейчас задаем просто вопросы, и вы, если... Говорите «да» или «нет». Говорите «да» или «нет». Плюс или «минус» статья. Хорошо, вопросы очень простые. Итак. Если нет желания писать, можно пальцы сгибать, чтобы посмотреть, сколько у вас каких вопросов. Итак, первый вопрос. «Успеваете ли вы каждый день обедать? Вовремя и нормально?» То есть, казалось бы, такой простой вопрос, но он о многом говорит. «Спите ли вы 7-8 часов в сутки?» Третий вопрос. «Ваша семейная жизнь спокойно протекает или...» «Со стрессами?» С передрягами. Четвертое. «У вас есть друг, который готов прийти на помощь в трудную минуту?» Следующий. «Вы занимаетесь ли вы регулярно спортом?» Регулярно. Следующий вопрос. «Вы курите?» Следующий вопрос. «А спиртное...» Любите? Любите? Тут обратите внимание, в данном случае не пьете ли, а любите. То есть, внутри как это вообще есть? Следующий. «Соответствует ли вес вашему росту?» «Хватает ли вашей зарплаты на покрытие всех расходов?» Дальше. «Имеете ли вы твердые убеждения?» Веру, да? Есть ли у вас вера? Следующий вопрос. «Ну хотя бы раз в месяц вы ходите в театр или в кино?» «Да или нет?» «Много у вас знакомых и друзей?» «Делитесь ли вы наболевшими проблемами?» «С друзьями». «Своими друзьями, с родственниками?» «Вы сохраняете спокойствие во время ссоры?» «Своим соседям и сослуживцам рассказываете о своих заботах и проблемах?» «Вы находите время для отдыха?» «Ваш день четко спланирован?» «Рационально организовано ваше время?» «Вы пьете ежедневно крепкий чай или кофе?» «Ну и последний. Днем любите поспать?» «Итак, за каждый ответ «да» начисляется 1 очко. «За каждый ответ «нет» 5 очков». «Ну и теперь посчитайте». «Да, 1 очко. Нет, 5 очков». «Сумма больше?» «Да, сколько получается в сумме?» «Итак, если менее 30 очков, вы вообще стрессу не поддаетесь?» «Совершенно спокойный человек, нормально». «Способ справиться с стрессом?» «Несмотря на все эти давления, быть здоровым и духовно, и физически». «От 30 до 49. Ну, вы легко относитесь к стрессам?» «Нормально, бывает, но и справляетесь». «Ну, это как насморк у человека. Ну, 2-3 дня и прошло, да?» «От 50 до 74 очков. Вот стресс – это проблема». «Вы с трудом справляетесь с ним. Справляетесь, но с трудом». «И больше 75. Чтобы выйти из стресса, вам требуется помощь друзей или уже медицины». «Или уже медицины». «То есть больше 75 очков – это уже такая серьезная проблема». «Лампочка загорелась». «Лампочка загорелась». «Знаете, вообще нашу жизнь можно сравнить с таким, ну, как сказать, ездой по трассе». «Вот вы едете по трассе, да? Вы набираете скорость, 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 вот скорость здесь». «И приближается перекресток». «Да. И вы едете к светофору. Раз, загорелся. Кажется». «А ничего, не работает светофор. Или давай сначала загорелся». «Да, ну, давайте. Светофор не работает. У вас что? У вас паника. «Что делать дальше?» «Да, что делать?» «Если горит зеленый свет, понятно. Вы можете и дальше нестись на скорости, да?» «Если горит желтый». «Остановись, подожди». «Внимание, да?» «Ну, иногда мы конкретно видим, что загорается красный. Вот что делать тогда?» «Вообще нашу жизнь можно сравнить вот с этим подъездом, движением нашим к светофору. «Если горит конкретно красный свет?» «Остановись». «Остановись, подумай, что произошло, почему произошло». «Отдай руль Христу». «Отдай ему этот руль». «На какое время ты отдашь руль?» «На день?» «На два?» «А может быть, на неделю?» «Может быть, на год?» «Ну, отдай». «Потому что иначе на следующем светофоре будет авария». «Будет авария». «Поэтому, может быть, сейчас стоит остановиться, отдать руль, а потом опять сесть за руль и опять на скорость ехать вперед и смотреть, чтобы был зеленый свет». «Если желтый, притормози, оцени, что произошло, подумай, как вдруг сейчас красный загорится или зеленый будет». «То есть, понимаете, а мы несемся по жизни, как будто перед нами всегда зеленый свет». «Но ведь иногда и красный может быть, а уж если светофор сломан, тогда вообще нужно остановиться и очень долго размышлять, да?» «Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И вот, вы знаете, и в Вашингтонском университете провели очень интересное исследование. Его достоверность 80%. «Ну, то есть, как бы, вот почему мы сразу говорим достоверность? То есть, 20% как бы, ну, в плюсе и минусе. Но, тем не менее, вот мы хотим дать эти баллы». «Достаточно достоверные источники. Вспомните прошлый год, ну, 2007-й. Оцените, что произошло у вас вот с 1 января 2007-го года, ну и по сегодняшний момент времени, за год». «Так сказать, стрессовый рейтинг мы вам сейчас дадим, ну, чтобы вы поняли, что вот если у вас или у кого-то из ваших друзей этот стрессовый рейтинг заклинивает, там нужно конкретно нам идти и помогать, потому что человеку конкретно сложно. Он зашел вот за эту вот черту, когда может справиться сам. Итак. Итак, если произошла в этот год смерть супруга, супруги, это 100 баллов надо сразу написать. То есть мы сейчас будем называть, сколько баллов нужно насчитать себе. Или насчитывается вдруг. Если произошел развод, развод – это уже 75 баллов. 75 баллов. Смерть одного из членов семьи – 65. Если двоих, то надо умножать на два. Если… Троих, то на три. Член семьи – в смысле близкий человек. Это может быть близкий друг. Да, это может быть близкий человек. 65 баллов один. Если вдруг вы женились в прошлом году. Это 50 баллов. Прибавляйте себе. Это стресс. Хоть это и приятно, но тем не менее это стресс. Увольнение – 47 баллов. Опять количество увольнений, естественно, умножает количество баллов. Выход на пенсию – 45 баллов. Финансовые дела. Причем неважно, то ли это вдруг у вас повысилась зарплата в 10 раз, то ли… То ли наоборот ее сократили. В 10 раз. То есть любая финансовая проблема или финансовая радость – это 38 баллов. Любое. Это идет скачок такого внутреннего состояния в этой жизни. Плюс или минус. Плюс или минус не важно. Мы все складываем, пока баллы. Пока складываем? Да. Все прибавляем. Если это есть, то мы прибавляем пока. Да, все прибавляем. Уход из дома детей. Ну, то есть выросли – 29 баллов. Причем за каждого ребенка. Ремонт в квартире – 25 баллов. Я могу три раза это написать. Сколько ремонт? 25 баллов. Плохие отношения с начальником – 23 баллов. Ну, тут опять же, каждый раз, как вы повздорили. Причем серьезно. Оно идет вот именно прибавление этих баллов. Переход на диету. Сколько раз садились на диету? 15 баллов. Каждый переход на диету идет таким образом. Уход в отпуск, на каникулы. Причем каждые каникулы – это 14 баллов. И вот теперь сложить. Сколько у вас получилось? И если получилось за год больше 300, то нужно серьезно задуматься о своем здоровье. Ну, и вопросы по вот этой теме. Готовы ли вы принять от Бога все, что Он для вас приготовил? Это может быть не только хорошее. Это может быть не только плохое. Второе. В сравнении с прошлым и в предвкушении будущего, как вы себя чувствуете в настоящем? Насколько уютно вам сейчас здесь? Как вы себя ощущаете вообще? Полет или... Да... И третий вопрос. А на сколько процентов вы живете сейчас, в настоящем? Или вы живете в прошлом? В прошлой жизни. Переживая свои ошибки, темное прошлое. Вот если бы тогда... Да вот в наше время... Или вы живете в будущем. Ну, и в заключение мы хотим привести такую молитву, которую называют и молитвой Франциска Осистского, и молитвой оптинских старцев. Вы знаете, в разных источниках мы видим разные афты. Называют ее по-разному. Но молитва очень потрясающая, очень нравится. Мы знаем, что эта молитва молится на группах анонимных алкоголиков. Мы там впервые ее услышали. Господи, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что я могу изменить. И мудрость отличить одно от другого. Жить сегодняшним днем, радоваться каждой минуте, принимать решения... Как путь к покою. Как путь к покою. Принимать этот грешный мир, как принял его Христос, а не как хочу его принимать я. Верить, что ты все усмотрел. Если я покорюсь, усмотришь, если я покорюсь твоей воле. Быть разумно счастливым в этом мире и безмерно счастливым в жизни будущей, вечной, с тобой. Все, по-моему, замечательная молитва, именно которая нацеливает нас на настоящее. Естественно, имея в наших мечтах будущее. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok